Доброго здравия, друзья! Рад всех приветствовать! Сегодня четверг и классическое коротенькое обращение будет. Вот скажу сразу о главных новостях. В основном у нас все прекрасно, все хорошо, но единственный момент это то, что несмотря на то, что программисты трудятся, не покладая рук, переход на новую поощрительную программу немножко неизвестно, не могут сказать, когда будет. То есть он может быть с дня на день, потому что решаются определенные вопросы согласования программы, потому что работа идет на живом организме, буквально, как нейрохирургия. То есть нельзя, чтобы возникли какие-то там сбои, ошибки и так далее. Поэтому такая кропотливая работа, которую нужно делать, торопиться здесь нельзя. Я поэтому тоже программистам говорю, что торопиться никуда не надо. Когда введем, тогда введем. Но это и хорошая новость для участников, потому что еще и какое-то время есть у нас для того, чтобы позаботиться о поддержании своего уровня в Благодаре. Поэтому я понимаю, что сейчас более активно начали этим заниматься. Вот хорошо, что у нас появилось время. И я в том числе его тоже использую. Вот. Что еще сказать? Ну, здорово. Все трудятся, хранители прекрасно работают, да, то есть по развитию. Эфир, эфиры, да, которые проходят каждый день, они тоже очень-очень бодрят. Я иногда смотрю с опозданием, но я все равно смотрю все эфиры. Вот. Очень здорово, молодцы ребята, просто прекрасно. Вот. Что еще сказать? Ну, всех хочу поблагодарить за то, что потихонечку вдохновляетесь по отзывам, это видно, начинаете пропитываться духом Благодара, да, потому что, по большому счету, это наша с вами возможность поставить на такое хорошее, надежное довольствие каждого человека, кто живет по принципам делай добро, да, и добро обязательно к тебе вернется. Кто этот принцип понимает в жизни, да, это вообще все наши люди. А я скажу, что таких людей немало. Вот. Поэтому сейте семена, вместе сеем семена, вот. Вот. И впереди нас ждет просто лавинообразный взрывной рост. Вот. Когда это произойдет, произойдет в свое время. Вот. Но это произойдет однозначно. И поэтому будет взрывной рост и у монетии, и у медвежения вверх пойдет. Вот. Нисколько не сомневаюсь. Поэтому наша задача просто не лениться в том плане, что делиться, да, с другими информациями. Вот я вам скажу пример. Вчера я вечером шел на встречу, вот. И через центр, да. И все время слушаю музыкантов. Музыканты у нас в центре красиво играют. Я их уже всех знаю даже поименно. Вот. Ну, близко не знакомился, а вот как бы знаю, да. Вот. И тут вчера случилось так, что вот как раз я там заговорил с одной парой молодой. Вот. Она играет на барабанах. То есть очень здорово, кстати, молодая девчонка. А он на гитаре и поет. У него голосина такой классный. Вот. И я вот вынашивал мысль, да. Говорю, что... Давно ее вынашивал. Думаю, кому-то надо обратиться. Я говорю, ребята, вы музыку сами пишете вообще? Да, пишем. А стихи? Да, и стихи можем. Я говорю, да, вот смотрите, есть такая идея, да. У нас есть сообщество, где люди помогают людям. Вот. Ну, это по принципу кассы взаимопомощи работает, да. То есть принцип он один. Вот. Его все знают еще там со времен СССР и даже с тех времен еще, с царских, потому что это все родом оттуда. Тогда целое государство работало по этой системе. И вот поговорил с ними. Я говорю, вам нужно познакомиться. Вот вам ссылочка. И, значит, познакомьтесь с самой идеей, как все работает, как устроено. Если это вам ляжет, я вам подарю монеток, вы начнете участвовать. И потихонечку разобравшись, пропитавшись уже вот этим духом, да, который я замечаю, и каждый из вас, наверное, замечает по отзывам, да. Вот. Искренне благодарен тем, кто пишет отзывы от души. Не просто там повторяет их или там присылает с кошельков там вот эту выкладку, которую дает бот, да. То есть это все как бы неинтересно. Ну, понятно. Это еще люди, которые немножко не созрели, да. То есть в понимании того, что мы делаем. Здесь как раз и нужно немножко потрудиться найти слова в своем сердце, найти чувства, найти эти эмоции. И выразить, пусть даже в коротеньком комментарии, но что-то выразить о том, что вы чувствуете, когда живете совсем по большому счету в другом мире. То есть в другом измерении, да. Потому что это так и есть. То есть мы все живем благодарен в другом измерении. Вот представьте, сейчас монетка стала, рубль даже, да. Просто не будем там говорить 100 рублей, ну, пусть рубль. И уже интерес совершенно другой, да. Например, там для хранителей балансов, у которых есть на 10 кошельков вывод только, да. Там это худо-бедно, но там 10 тысяч рублей в день. Я вам скажу так, что если самому богатому человеку показать эту возможность, да, и сказать, что она дает 10 тысяч рублей в день, там, это примерно, ну, сколько, 200 долларов, да, получается по сегодняшнему курсу. Ни один богатый человек, вот из богатых ни один не откажется от такой возможности. Потому что у него есть расходы, он умеет считать деньги, он поэтому богатый. У него есть расходы каждый день, он отсюда, с этого источника, он может покрыть эту затратную часть. Он никогда от нее не откажется. Поэтому глупо думать, да, что, ну, как глупо думать. По факту, конечно, среди бедных людей очень много людей, не осознающих то, как мыслят богатые люди. Потому что отличает богатого от бедного всего лишь мышление. И все. То есть бедный говорит, у меня нет денег, а богатый говорит, я думаю, где их взять. То есть для того, чтобы решить эту проблему, там, или задачу. То есть, ну, задачу, да, на самом деле. Проблему, это опять язык бедных людей, да. Ну, это я имею в виду пробедность в финансовом плане, да. Потому что это образовательный момент. То есть у кого-то недостаток образования здесь. И в процессе участия в нашем сообществе благодарого вы получите на практике образование. Вы начнете понимать такие вещи, которые, ну, без слов, без слов, без траты каких-то средств вы никогда не получите. И без потери огромного времени, да. То есть на это разные, там, семинары, там, и то, и сё, там, да. А у нас всё на практике. У нас всё прямо вот в жизни, в действии. То есть это такой тренажёр для изменения мышления. То есть во всех направлениях. То есть затрагивает всё вообще. То есть без исключения. Потому что здесь люди всякого рода у нас. То есть к нам присоединяются без исключения люди всякого рода. Это очень ценно. Вот. Те люди в основном, которые, ну, наши люди, да. Потому что есть люди, которые приходят, опять же, просто за баблом там, да. Ну, это глупо. Здесь всё равно произойдёт трансформация мышления. Всё равно человек изменит своё отношение. Он поймёт, что мир гораздо добрее. Да. Он от природы. То есть он создан таким. Он гораздо добрее. В нас добра гораздо больше. Мы даже начнём его проявлять, или у нас это будут новые чувства. То есть некоторые задумаются над тем, слушай, что-то со мной происходит. То есть потому что я делаю какие-то вещи, которые раньше не делал, да. Вот, кстати, опять про богатых людей. Богатые люди. Вообще богатый человек – это не богатый финансово, да. То есть в первую очередь. Вот, больше это подходит к внутреннему мировосприятию и отношению к миру человека, да. Вот. Но нужно стать богатым именно зная какие-то определённые принципы, там, двигаясь, там, я не знаю, нарушая, там, все законы. То есть строго за деньгами, да, за бабками, так сказать. Вот. Мы сейчас не про этих говорим людей, мы говорим про тех богатых людей, которые в действительности, имея такие, какие-то значимые, да, финансовые средства, они всё-таки остаются ещё людьми. Потому что не то, что остаются, а являются, да, людьми. Потому что они заботятся, заботятся. Каждый богатый, достойный человек, он должен всегда отдавать, ну, своего рода десятину, да. То есть он должен тратить какую-то часть своего дохода, да. То есть каждый день, каждый месяц, то есть отдавать тем, кто действительно в этом нуждается. Но опять долго об этом говорить не буду. Знаете, что там есть разные фонды опять, да, которые отмывают эти деньги, по карманам растаскивают. Богатые туда отправляют, а кто-то там всё равно по дороге посредники, да, у нас рулят миром посредники. То есть в чём вчера тоже вот с этими молодыми ребятами, музыкантами разговаривали. Там потом ещё два человека, ещё два музыканта подошли. И у нас уже такой интересный разговор в большем круге, да, то есть происходил на эту тему. Тоже взяли контакты Балгодара. Вот очень заинтересовались, сказали, мы поработаем, то есть над гимном. Я говорю, в крайнем случае, если вам с стихами будут проблемы, то у нас есть поэты в нашем сообществе, да, напишут стихи. Вот, у нас прекрасная поэтесса есть, и есть кому обратиться. Вот, вам подумать над музыкой, да, то есть над такой мелодией, чтобы её можно было в радость слушать, чтобы она была народной, чтобы её можно было там, я не знаю, во всех движениях, да. Ну, они предложили, кстати, говорят, для молодёжи хорошо бы сделать в стиле хип-хоп. Я говорю, да, разговора нет, можно в любых стилях делать, в разных стилях, то есть не проблема. Вот, и за ваши труды мы, конечно, вас отблагодарим, да, потому что, ну, это труд, да, то есть взяться. Но делать это не ради денег, а от души, когда вы пропитаетесь духом Благодара. Вот, ну вот, немножко новостей вам рассказал. Что ещё сказать? Что ещё сказать? Всё здорово, всё хорошо, а будет ещё лучше. Давайте до следующего четверга. Всем пока, обнял, люблю.